Не шмаркай, не шмаркай! Чё продышал всё? Потому что сейчас надо в то время... Ну это, понимаешь, мне не хватило, что вот та горячая струя закончилась быстро. Быстро закончилась. Ребята, ребята, я это всё накаркал Хитшко. Знаешь, что был такой... Сценарист. Ну и он и сценарист был, и режиссёр. Простите. Люди... За 17 за это и за все, простите. Я ему говорю, ну, моему мысль. Моему, этой птице, вот ноги их воспевают. Голубь, голубь собакрылась. А если детей вам вносят и шо... Дрозды. Дрозды нам. Вот, и... Что? Да, гулялись. От медведя... Гриппа нету? Нет, от медведя нету ни одной палючки. От пчёл укуса можно смазать. Даже змеи, гадюки, и те столько нам не приносят... Сложики, у вас шо колючие. Сложики, да. И то. А остаются остальные... Да даже... Я хочу сказать... Простите, я не конец. А я теперь... Даже бычий цепень какой-нибудь, глист у скафандры. И он меньше наделал нам вреда на земле. Про яво? А вы про их всё время про яво. А про яво телевизору не говорили. А про их картины рисовали. И он над алкаша рисовал. Алкаш не было. Саврас. Саврас. Вы знаете, что он пил? Поэтому он и писал с таких... Грачи прилетели. И саку такую чушь. Грачи полетели. Да, полетели. Сот. Крампи. Пернатые друзья. Айшот. Айшотные друзья. Айшот. Да, они нам... Они нам... Они нам... Они нам самые главные враги. О! Кашляй. Айон, знаете чего? Потому что я не дожаренные любил. Ян... Ты... Яйца сырые любил? Яйца сырые я знаю, что я любил. С кожурой. Особенно когда качался. Ян же в качалку ходил. Ну, я не знаю. Там Анжелка сказала, что его крылья. О! Что? Говорит, у тебя крылья у меня нету. Говорит. Мне я люблю, говорит, как мужик был орол с крыльями. Ян говорит, у меня его... И, говорит, и колотухи. Говорит. И молоко птичье. Да, и молоко птичье ещё есть. Торт. Это мы любили. А теперь что? Закончилась наша любовь. Мы же, кстати, когда первый раз ездили, нас показывали... Выставляли укун в камеры. Нас от Белоруссии возили, как чудеса природы. Говорили, что мы эти... Трыназдры, говорит. Да, трыназдры... Это... Лишаяки. У нас было. Сохранившийся народ. Да. Вот. Нас показывали их королеве, ледовечье. Она вот... Глядела на нас в челку. Как на нас там гадили на их лошади. На фальгар. На фальгарской, да. На фальгарской. Это и птицы мира. Как нагадили, нагадили. Мы думали, что теперь фунтов принесли. А сейчас гриб. А знаете, как, кстати, птиц лечить? Их, конечно, многих... Многие ругачили. Мы показывали даже по телевизору, как им головы отсекают. А за это дают им это. Нет, многие жрут. Кто жрёт? Сейчас никто не жрёт. Это ты только, я себе говорю. Придумал вот эту моду взял. И он где-то в журнале прочитал или посмотрел с утра. Вот, знаете, готовят эти артисты все время. Готовят какой-то цушь. Масло укипящее. Я забыл, как это называется. Какой-то... Фры. Фрычур. Матершинное. И что хуже? Вот если фрычур... Кляр. Фрычур и с матерным словом... Фанджу. Берешь это фанджу. Что, тебе дают сырую. И он любил ляжет в шкуберок, прямо замороженный. Фанджу и жрут. И жрут. Ну, нравится ему такое. Сморожен. Такая, что с этим? Салют. А фанджу у нас много. Сейчас нельзя, это не фанджу, ничего. Так надо лишить. Надо сразу взяться за курей. Если вы хотите, чтобы они опять были друзьями. Во-первых, как гриб лежат. Им надо... Ингаляцию. Нет. Если на первой стадии, надо народный способ. Надо стакан водки с перцем туда. Курицу. Прямо у рыла. У рыла, да, если не дается. А она... Вам на первый раз уличить, потом сами просили. Потом, когда она... Потом, когда она джерленеет, наоборот. Петуху два стакана, да. Когда ее проберочат, тогда надо... У баньки. Сразу у баньки. У баньки. Побольше пара. У всех куриц туда. И веничком хорошо их подшмепать. И над камушками. Да. Над камушками хорошо, чтобы продышали еще. Потом им сделать надо ингаляцию. Да. Картошка на варень. И этот, бальзам-звездочка, разве что-то, накрыть их одеялом и туда мордой. Да. Вот, под шпарочкой. Конечно, да. Бывает же многие так уже... Наившие лапы панловские. Надо банки с горчицей одеть. Да. Изолентные промисло. А у вас каранок. Горчица лучше еще с лимоном вот это продается. Да. Глаза надо чем-нибудь закапать. Как витамин С был. Закапать, да. И эту. Потом медом растереться, спиртом. Все чельце ее. Да. И может она тогда у нее и грипп пройдет. Вот всякие. Горчичники можно еще поставить. У них, конечно, все места закрыты. Но там где открыты. Возьи попы там. Под крыльями. Под крыльями. У них там есть свободная. На мышке туда надо горчицу лупануть. Ну. Ну вот какая выживич курица после этого, так будет наш пернатый грипп. А не выживич, ты когда уже вся расчертая приправа. Голубей надо напечусь их тоже. Напечусь луком надо. Да. Ну лук тоже, что ли, что такое, от гриппа. Очень хорошего. И чесноком кормить птиц надо. Берите укорм, вот синичком, если делайте это. Чесночку. Чесночку подкрашите немножко. Вот. Можно к лапке привязать, каплетала, нюхала. Да. Потому что если мы хотим, чтобы они опять стали нам друзья, эти пернаты, они отстреливаются, это пора им голову отрубать. Особенно, как у нас по району пошло, что воробьям надо голову отрубать. Идея угала-то, знаете, сколько? Нет, он курыный бензопил, говорят, появился. Да, бензопилы сейчас курыный. Как быстрее сразу их. И рубить. Ну вот, ребята, думайте сами. Ну, мы, конечно, не знаем, что. Нет, нет, надо, надо поворачить. Можно полечить. Надо поворачить советы. Говорят, что деклопосы сейчас будут делать такие, хопылящие. Ваше Вишневского, да. Да, ваше Вишневского тоже очень хорошо. Компрессы, да. Компрессы надо делать на голову, на лобную долю. Вот этим числом надо делать. Ну, главное, конечно, при лечении, это социента вовремя словить. Потому что, вы же знаете, что больные ноги сами убирают. Это надо челки сделать. Не сознательные. Не сознательные. Да, вот. Ну, и гусей точно так же. Гусям шарф на шее надо еще навязывать. Или такой шулок одевать, колготку можно. Да, и все полиэтиленовые пакеты можно надеть с прорезью, как на глазах им одевать. И туда тоже капкотинить фары. Леголью их. Леголью досмазывать. Если, конечно, мы ни одной птицы не пропустим и всех вылечим, вполне опять ставят нам друзьями. А пока что это годы летающие.